Как относишься к захвату заложников? Плохо я к этому отношусь. Если под заложниками подразумеваются ни в чем не военные люди, то я к этому отношусь очень плохо. Я не сильно заморачиваюсь по этому поводу. Люди в миллиарды раз лучше меня умирали, так и не вернувшись к себе в родные края. Очень хотели этого, но так и не возвращались, умирали на чужбине. Часть Азербайджана, сегодняшнего современного Азербайджана, это территория Кавказа. Где проживают автохтонные народы кавказские. Поэтому какая-то часть людей с сегодняшними азербайджанскими паспортами являются коренные кавказцы. Не забывай, что Басаев был тарикатчиком, это как минимум беда, максимум ширка. Ну, когда-то все мы были тарикатчиками, бедатчиками. Так, Томсо, приветствую. Слышал, что сегодня про захват ростовского СИЗО ребятами из ИГИЛ. Ну, не то, что слышал, я видел эти видео. И я не хочу пока эту тему вообще никак комментировать. Я предпочту пока просто сохранить молчание. Так как пока мне не все понятно в этой теме. Так, аноним. Не согласен с тобой насчет ошибки Басаева. Ведь если бы аналогично России и Чечне была бы Турция и Армения, то для нашей свободы мы бы захватили не одну турецкую школу и больницу. И рука не дрогнула бы. Ну, это очень плохо, если вы считаете, что захваты школ, целенаправленное подвержение опасности детей, если вы считаете, что это нормальный метод, то это очень плохо. Я думаю, это, конечно, не является официальной позицией Армении. Ребята, вы знаете, можно какого-то человека или аж группу людей за их какие-то преступления можно простить. Но от этого сами какие-то преступления или проступки дозволенными или хорошими не станут. Надо понимать разницу между этим. Мы, допустим, если у нас сын совершает преднамеренное убийство человека, мы можем этого конкретного нашего сына простить. за это. Также его любить. Он не перестает быть нашим сыном. Мы его воспитали там. У нас вот эти чувства к этому человеку, они не пройдут. Но от этого преднамеренное убийство не станет нормой. Понимаете? То есть надо вот эти вещи разделять. Фамиль Басаев – это человек, которого мы любим, ценим и гордимся этим человеком. Но надо понимать, что он не был святым, он не был человеком, который был обезопасен от совершения каких-то ошибок. Поэтому если где-то он совершил какую-то ошибку, мы говорим, что это ошибка. Мы говорим, что так подобное делать нельзя. Но самого Шамиля мы, конечно же, не перестаем из-за этого любить. Понимаете? Не забывай, что Басаев был тарикатчиком. Это как минимум беда, максимум ширка. Ну, когда-то все мы были тарикатчиками, бедатчиками. Но, как и Басаев, мы оставили эти заблуждения. И там также и Басаев, я думаю, раньше нас эти заблуждения оставил. И у нас хорошее мнение в этом, в этой части о Шамиле. Как относишься к захвату заложников? Плохо я к этому отношусь. Если под заложниками подразумеваются ни в чем не военные люди, то я к этому отношусь очень плохо. Если же под заложниками подразумеваются захваченные, пришедшие на твою территорию оккупанты, солдаты, то, что вы их называете заложниками, они таковыми не являются. Это военно-пленные. И война подразумевает, что пленных берут. Наоборот, приказ о невзятии пленных является военным преступлением. Когда военное руководство отдает приказ не брать пленных, это считается военным преступлением. Из-за этого этих людей затем судят военным трибуналом. Тумсок, когда ты был дома, ты практиковал русский язык? Конечно, я его практиковал. Проживая в республике сегодня, невозможно не практиковать русский язык, потому что вся жизнедеятельность, она, по сути, осуществляется на русском языке. Обучение в школах, в институтах, документы оборот между организациями. Это все происходит на русском языке. Плюс большинство предприятий, организаций, где я работал и где, в принципе, работают люди, они в любом случае как-то взаимодействуют со своими контрагентами за пределами республики. И это все, естественно, осуществляется на русском языке. Поэтому ты не можешь это как бы не практиковать. Но я это с самого детства, можно сказать, практиковал русский язык, потому что в школе вместе с нами учились русские люди. У нас были русские учителя. По соседству жили русские люди. Поэтому русский язык, в принципе, с самого детства был у нас в обиходе. Ты веришь, что вернешься в родные края? Ну, этот вопрос, он не лежит в плоскости веры. Это, понимаете, вера, это немножко другое. Это скорее больше расчет. Возможно ли такое? Конечно, возможно. Вполне возможно. Но возможно ли такое, что нет, смерть достигнет здесь? Конечно, и такое возможно. Я не сильно заморачиваюсь по этому поводу. Люди в миллиарды раз лучше меня умирали, так и не вернувшись к себе в родные края. Очень хотели этого, но так и не возвращались. Умирали на чужбине. Я даже больше скажу, наверное, лучшие из нашего народа умирали на чужбине. В общем, это не самая основная проблема. Да, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы была такая возможность. Но если ее не будет, как-то вот прям сильно по этому поводу страдать я точно не буду. Что думаешь насчет Чимаева, которого Всевышний сейчас испытывает болезнями и черной полосой в его профессиональной карьере? По-твоему, он его так унижает за связь с Рамзаном? Я не буду делать таких заключений, является ли это унижением, наказанием и так далее. Но я слышал о том, что Чимаев попал в больницу, у него проблемы со здоровьем, и из-за этого даже сорвался его вот этот намеченный бой. Я думаю, пока человек жив, пока он дышит, Всевышний дает ему шанс для того, чтобы он исправил все то, что он, все те ошибки, которые он совершил. То есть, пока его душа не подошла к его гортани, у него есть эта возможность. Поэтому, я думаю, и у Хамзата Чимаева есть такая возможность. Если Всевышний дает такую возможность даже очень мерзким преступникам, которых мы искренне ненавидим за их преступления, против мусульман, против религии Аллаха, против вообще человечности. Мы их ненавидим, но мы понимаем, что даже этим людям дается отсрочка, даже у них есть эта возможность. И я думаю, что если Хамзат Чимаев призадумается над происходящим, у него есть этот шанс, и, возможно, он сможет сделать правильный выбор. Брат, я вчера смотрел фильм «300 спартанцев», и эти ребята малым числом сражались против полчища персов, но нашелся горбатый урод среди спартанцев, который оказал врагам дорогу и стал фактором поражения своих соплеменников. Никого не напоминает? Напоминает? Очень напоминает. Хамзат, и говорил, что азербайджанцы – это новое явление на Кавказе, в то время как недавними британскими исследованиями было доказано, что это коренной народ Кавказа, перенявшим тюркский язык. Я не знаю, о каком исследовании ты говоришь, я бы ознакомился с ним с удовольствием, если такое есть. В целом, я думаю, и сами азербайджанцы этого не скрывают, и это такой общий известный факт, что часть Азербайджана, сегодняшнего, современного Азербайджана – это территория Кавказа, где проживают автохтонные народы кавказские. Поэтому какая-то часть людей с сегодняшними азербайджанскими паспортами – это являются коренные кавказцы. Какая-то часть азербайджанцев – это в любом случае люди, генетически как-то смешавшиеся друг с другом, их тоже можно будет считать кавказцами. Но говорить о том, что большинство Азербайджана – это кавказские автохтоны, я думаю, даже сами азербайджанцы этого не говорят, на это не претендует. Поэтому, в общем, это, конечно, тема немножко не моя, моё мнение в этом вопросе известно. Это, понимаете, в этом нет ведь ничего плохого или хорошего, это просто данность. Но в то же время, если какие-то, например, на эту тему есть исследования, которые могли бы, например, опровергнуть то, что я говорю, или изменить моё мнение, то я готов с этим ознакомиться. Слышал ли ты про хамстер-комбат? Скажи своё мнение. Ну, конечно, слышал. Вообще, честно говоря, слабо. Ну, я понимаю, конечно, концепт этой темы, да. Сам я не играю в эту тему, насколько реально, насколько там люди получат какие-то деньги. Не могу сказать, не могу это не осудить, ну, не одобрить никак, наверное. В общем, нейтрально я к этой теме отношусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok